Для российской экономики, когда ничего не происходит, это уже хорошие новости. И действительно, в какой-то момент стало казаться, что все стабильно неплохо. Рубль держится, инфляция растет, но не сильно, цены на яйца стабилизировались. Живем без шоков, в более-менее понятной колее. Но что, если я вам скажу, можно лучше? За лучшим миром, правда, придется включить телевизор и слушать экономические прогнозы и расклады на федеральных каналах. А там, я замечу, дела не хуже, чем у политических дискуссий. В общем, сегодня разберем, как работает пропаганда с российской экономикой. Меня зовут Богдан Бакалейко. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надевайте розовые очки. Без них телевизор смотреть невозможно. Ну и мы начинаем. Вот часто телепропаганда и комментаторы в интернете критикуют независимых экономистов за чрезмерный пессимизм. Дескать, они предсказывали крах российской экономики после начала войны. Обвал рубля и полную технологическую блокаду. Время прошло, и ничего подобного не случилось. Живет российская экономика на радость Кремлю и на зло врагам. Критика принимается. Но только в это же самое время есть эксперты, которые ходят на федеральные эфиры и рассказывают, ну, вообще противоположную картину. Россия вот-вот встанет с колен, да так, что поверить будет в это невозможно. Итак, знакомьтесь. Если еще не познакомились, экономист Александр Бутманов. Прогноз Александра Бутманова не в 200, а в 60. Рубль дороже 60. Рубль дороже 60. Не ждем, а готовимся. Этот прогноз был сделан перед Новым годом. Но вот половина уже почти прошла. Пока что рубль к этому названному выше 60 не стремится. Так же, как и нефти до 200 далековато. Но были, оказывается, прогнозы еще оптимистичнее. В ноябре вы ждали в случае сырьевого ралли 55-60 рублей за доллар. Ну, Александр Бутманов не всегда был таким оптимистом. Сразу после начала войны он хоронил фондовый рынок России. Поддался всеобщей панике. Сегодня я пью газировку. Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, был интересен. Покойся с миром, дорогой товарищ. Одна из главных бизнес-идей Бутманова – продавать доллар. Сидеть в рублях, ну, или в крайнем случае в юанях. Мне заплатят, так сказать, ненужные доллары. Не за эфир? Не нужные доллары. Мы с эфиром не платили. Не за эфир, нет. Заплатят никому ненужные доллары, например. Я их поменяю на чудесные деревянненькие рубли и положу под 15-16 ставочку. Все бы ничего, но проверить математику Бутманова несложно. Ходить далеко не надо. После начала войны Центральный банк поднял ключевую ставку до 20%. Депозиты были поначалу, ну, плюс-минус такими же. К концу марта, правда, упали до 16%. Тогда был огромный шок для всех. Доллар торговался дороже 115 рублей. В этот момент на рублевом депозите действительно можно было заработать, но шансов было очень немного. Вышли в плюс, пожалуй, только те, кто вложил свои рубли в марте по курсу 115 и на очень короткий срок. Ну, там, 3-4 месяца. После вывели эти деньги и на них уже купили доллары по курсу 50-60. Такой исторический момент был, хотя, конечно же, сверху нужно было платить комиссию, так как доллар был в дефиците. Для всех остальных экономика не такая уж и радужная. Инфляция по итогам 2022 года составила 12%. Вы читаете из 20. Если вдруг взяли депозит в апреле, когда курс был уже 80, то через год и пару месяцев доллар был уже за 90. И это все еще без комиссий. То есть вы мало того, что из 20% потеряли 12% на инфляции, так еще помимо этого вы потеряли на обвале рубля. И чем позже вы заходили и выходили из депозита, тем больше вы теряли. Иными словами, коридор возможностей был, но он был невероятно коротким и сразу в моменте после шока, когда все в панике избавлялись от рубля, а эксперт Бутмана впил газировку за смерть российского фондового рынка. Вряд ли в тот момент он думал о рублевом депозите в 20%, скорее наоборот, искал предательские доллары подешевле. Даже своим арабским друзьям, говорю, слушайте, лучше рубля, даже у вас там мало что сейчас есть. Ну а что же там у больших пропагандистов? Насколько они погружены в вопросы экономики? К сожалению, Соловьев, Киселев и Скобеева стараются на эту территорию заходить не так часто. Их больше волнуют деньги и экономика Америки. Американцы проголосовали за выделение денег укронацистам в день рождения Гитлера. Ага, еще и в день рождения огромного количества людей во всем мире. Пропагандисты, и это видно, очень расстроены тем, что американский конгресс выделит Украине очередную помощь. Но они все-таки придумали оптимальное для них оправдание этому предательскому решению. Америка просто зарабатывает, ну или инвестирует в украинскую оборонку. Военные заводы США запускаются, рабочие места появляются, производство растет. Для Украины это приказ умирать дальше ради американских поставщиков. Конвейер не должен останавливаться. И война для них супер выгодна. Была выгодна всегда и будет выгодна всегда. Еще один аргумент за. Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США. И Остин опять повторил этот тезис. Хорошая инвестиция. Настолько хорошая и прибыльная инвестиция, что американцы полгода не могли на нее пойти и одобрить помощь Украине. Ну а давайте посмотрим, что в России-то. Российская экономика за прошлый год выросла на 3,5%. Доходы россиян увеличились на 5%. Но все благодаря чему? Правильно, войне. Сейчас заводы производят в месяц снарядов столько, сколько производили раньше, за один год. Больше всего выросло производство металлических изделий, электроники и оптики, а также транспорта. Это все нужно фронту. Заводы получили за бюджетные деньги госзаказ. У них появились средства, они начали увеличивать зарплаты. В итоге российский бюджет на треть военный. А в США оборонка занимает 15% государственных трат, что в пересчете 3,3% ВВП. А Европа, я напомню, не может и до 2% толком нарастить военные расходы. Так вот, в России, получается, траты на пушки уже достигли примерно 6% от валового продукта. В развитых экономиках понимают, что расходы на бомбы никакого долгосрочного полезного эффекта не принесут. Поэтому Запад так нехотя запускает свой военно-промышленный комплекс. Это трата в никуда. Бомбы взорвутся, и ничего взамен ты за это не получишь. Но в российской пропаганде все перевернуто с ног на голову. В общем-то, бюджетные вливания в оборонку называются гордым словом инвестиции. А они, как вы понимаете, растут, чем вызывают неимоверную гордость у пропагандистов. Если мы возьмем рост инвестиций по 23-му году, это 9,8%. У нас такой рост инвестиций был последний раз в 99-м году. А откуда такой рост инвестиций? Чьи деньги? Вот, рост инвестиций и рост экономики. Я сначала начну с роста экономики, а потом о росте инвестиций. Растет плановая экономика Российской Федерации. Растет тот ее контур, где наконец-то, ну просто в силу необходимости, в силу проведения специальной военной операции, мы стали четко планировать, четко организовывать государством процессы в оборонно-промышленном комплексе. Красиво сказано, но еще раз повторюсь, это не те самые инвестиции от меценатов или иностранных бизнесменов, которые принесут тебе разработку, ну, например, новой технологии в медицине или электронике. Эти инвестиции не приносят никакого блага и развития для общества. Они приносят только смерть и рецессию. В общем-то, это не инвестиции, а политические амбиции одного человека. Но давайте вернемся к прошлому оратору, которого так сильно любит Владимир Соловьев. Мы в каких-то вопросах вернулись к старинской модели военно-промышленного комплекса на новом этапе развития. То, о чем ты писал в Кристалле Росте. Перед вами Александр Галушка. В прошлом министр по развитию Дальнего Востока и автор экономического, в кавычках, труда под названием «Кристалл роста» к русскому экономическому чуду. Если совсем коротко, как вы уже поняли, господин Галушка хочет вернуть российскую экономику в сталинский период. Война для него это и есть то самое экономическое чудо, которое поможет России. Книгу очень любят пропагандисты. Не удивлюсь, если Галушка станет в какой-то момент для Путина экономическим Дугиным. И Кристалл роста станет воплощением идеи «Алмаза спасителя России» из всеми нами известного фильма. «Я всегда говорил, что спасти нас может только чудо. Оно и произошло. Если правительство примет решение продать этот «Алмаз», то это не только полностью снимет проблему нашего внешнего долга, но и позволит всей стране, всем ее жителям, три года проживать на Канарских островах». К слову, из интервью Галушки даже можно плюс-минус понять, откуда в будущем попытаются взять деньги на финансирование, ну или давайте использовать солидные слова, средства на инвестирование в военную экономику России. Просто инвестиций у нас такого не было. 25 лет, последний раз это правительство Примакова в 99-м году, почти 10%, 9,8% по структуре, 56% это собственные средства предприятий, 19% бюджет и лишь 9% это кредиты банков. Это, а вот здесь... Подожди, а где народные бабки? Вот я, например, с радостью бы вложил свои деньги в оборонную промышленность. С радостью вложился бы в российские танки, но вложился в итальянскую виллу. Бывает, что сказать. Что же касается российской экономики, которая может повторить сталинскую эпоху, здесь очень четко подметил экономист Андрей Яковлев. По той модели, что жил СССР в 30-е и 40-е годы, сейчас живет только Северная Корея. Но Галушка не согласен. Он уверен, что Россия может и сама технологии новые разрабатывать, и пресловутым импортозамещением заниматься. Все сами. Как бы не так. Вот только за 10 лет программы импортозамещения у России почему-то ничего не получилось. Этого даже сами чиновники не скрывают. Но мы и без них все видим. Автомобили китайские, техника ворованная, американская, японская или корейская, самолеты Путина и Шойгу обслуживают французы. Да что уж там говорить. Даже боевые дроны либо иранские, либо на западной электронике. Российская экономика за два года войны суммарно выросла на 2,4%. Американская, которая, по мнению пропагандистов, вот-вот развалится на 4,4%. И что-то мне подсказывает, что разрыв с каждым годом будет только расти. Несмотря на восторженные заявления Путина, его чиновников и пропагандистов. На этом у меня все. С вами был Богдан Бакалейко. До новых встреч. Не забудьте поставить лайк. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова